Здравствуйте! В студии Наталья Бабенко. Налоговая служба предлагает предоставлять налоговые вычеты для граждан, снимающих жилье. Смогут ли наниматели квартир сэкономить 13% в год на аренде? Расставим акценты. Пока налоговый вычет в размере 13% предоставляется лишь покупателям квартир. Те же, кто по каким-то причинам вынужден снимать жилье, таких привилегий не имеют. Хотя аренда, по сути, один из способов решения жилищного вопроса. Недавно налоговая служба России выступила с инициативой предоставлять налоговые вычеты арендаторам жилой недвижимости. Руководитель управления налогообложения Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко заявил. Мы выходим в Минфин с предложением. Понятно, что все это будет обсуждаться. А введение в налоговый кодекс каких-то инструментов для стимулирования граждан, чтобы им было выгодно платить налог. Мы сейчас обсуждаем европейский вариант, когда арендатору, например, предоставляется право вычета на расходы по аренде квартиры. Конечно, в первую очередь, эта инициатива ударит по арендодателям. Им придется платить налоги с доходов от аренды. Хотя, как отмечают службы, речь не идет об ужесточении ответственности за уклонение от уплаты налогов. Необходимо заинтересовать граждан в декларировании таких доходов. Эксперты отмечают, интерес подавать декларации у арендодателя будет скорее вынужденным. Для предоставления вычета арендатор сможет без ведома собственника квартиры обратиться в налоговую. Стоит только предоставить договор аренды и копии документов об оплате квартиры, например, расписку. Этого будет достаточно для проверки уже арендодателя на предмет наличия или отсутствия поданной декларации. Им арендатор принес все необходимые доказательства для взыскания неуплаченного налога и всех штрафов, предусмотренных налоговым кодексом. Рынок аренды – весьма популярный способ получения дохода, особенно в таких крупных мегаполисах, как Петербург и Москва. Однако платить налоги арендодатели не спешат. Некоторые риэлторы говорят, что число добросовестных налогоплательщиков арендодателей не превышает 1%. Виной тому в том числе бумажная волокита, с которой приходится сталкиваться желающим уплатить налог с полученных доходов. Отчетность, беготня по налогам, куча документов и очень много моментов. Столько люди, которые профессионально этим занимаются, у которых, допустим, два десятка квартир, они по этому пути идут. Да и само заполнение декларации для обычной бабушки совершенно невозможная вещь, она просто физически не сможет правильно ее заполнить. Пока реального способа заставить арендодателя выйти из тени у налоговой службы нет. В Москве, правда, предпринимаются меры по выявлению рантьев незакона. За последние три месяца 2012 года в столице выявлено более 133 тысяч фактов незаконной сдачи жилья в аренду. В Петербурге с такими случаями эксперты сталкиваются крайне редко. В Петербурге практически нет. В Москве по разговорам, по тем контактам, которые определенные шаги предпринимаются. Но в Москве цены выше существенно, поэтому там гораздо большие деньги крутятся. Один из способов снизить налоговое бремя для арендодателей – зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель. В этом случае подоходный налог составит 6%, а не 13%. Однако собственник может столкнуться с непредвиденными тратами, когда после долгих лет сдачи в аренду он решит продать эту квартиру. Человек сдает в аренду КГП, а потом решает продать квартиру. И считает, что поскольку он владел квартирой три года, не более, то он освобожден от уплаты налогов. И смело указывает договор о купле-продаже полную рыночную стоимость. А потом хлоп, получает требование налоговой о том, что он с этой суммы должен уплатить 6%. Юристы советуют как минимум за год до продажи квартиры ликвидировать ИП и сдавать квартиру как физическое лицо. Конечно, введение вычета для арендаторов существенно повысит собираемость налогов и поспособствует легализации стихийного рынка аренды. Однако вопрос, на кого в итоге лягут расходы в виде 13% от арендных платежей, остается открытым. Вполне возможно, что Ранте переложит эти расходы на арендаторов, увеличив плату за наем. Этот налог неизбежно переложится, естественно, на этих самых арендаторов. И поэтому никакой выгоды от возник с декларациями, заявлений, походами в налоговую, они не получат реальность. То есть они не получат налоговую вычет, которая будет платить в следующем году, бог знает когда, а реально сейчас, этот самый налоговый вычет, они будут отдавать всю эту прибыль отдавать арендодателю. В то же время некоторые эксперты уверены, что на арендные ставки инициатива налоговой службы не повлияет. Акценты расставлены. В студии была Наталья Бабенко. Редактор субтитров А.Семкин